Доброе утро! Вы смотрите итоговую программу Вести Ульяновска и в первой части выпуска. Особая экономическая зона приобретает новых резидентов. На этой неделе ульяновцы пожали руки немцам и заложили камень с мексиканцами. Международное сотрудничество продолжается. Мечты о фермерстве погребли под щебнем и песком. Дорожная компания-подрядчик сгрузила материал на чужую землю. Скандал набирает обороты. Первая команда отправилась служить в армию. Призывниками начали пополнять военные части. Жалоб и претензий нет. Алюминиевые гранулы и письмо потомкам в фундаменте будущего предприятия. В Ульяновске состоялась символическая закладка капсулы на месте строительства мексиканского завода автокомпонентов. Так особая экономическая зона пополнилась еще одним резидентом. Разговоры, где пройдет эта церемония, в руководстве мексиканского НЭМОКа шли несколько месяцев. В качестве вероятных зон рассматривали и Калужскую область, и Республику Татарстан. О том, что североамериканский завод ценой в 50 миллионов евро обоснуется именно в Ульяновске, мексиканцы сообщили на очередных переговорах в октябре прошлого года. 300 сотрудников и 600 тысяч деталей в год. Президент НЭМОКа Армандо Тамас рассказывает, что на серийное производство завод встанет осенью уже следующего года. Для Мексики, где какие-то 30 лет назад почти весь бюджет формировала торговля нефтью, сегодня основным хлебом стало промышленное производство. 34 завода НЭМОКа снабжают десятки автогигантов, а крупный контракт на блоки цилиндров для Фольксвагена с октября будущего года будут обеспечивать в том числе и за счет ульяновского филиала. На вопрос, не повлияют ли европейские санкции, которые введены в связи с ситуацией на Украине, на сотрудничество России и Мексики, посол Рубен Герреро ответил следующее. Сегодня очень важный день. Сегодня мы отмечаем новый этап нашего сотрудничества. И здесь нет места политическим нюансам. Это бизнес. И в данном случае мы все заинтересованы в том, чтобы наши отношения развивались. Руководство области не скрывает удовлетворение. Новые проекты в идеале новые дорогие рабочие места, пускай и часть специалистов при этом покинут родные ульяновские заводы. Ничего в этом плохого нет. Это даст возможность нашим работодателям создавать более комфортные условия на своих предприятиях, заниматься повышением заработной платы, в конце концов, создавать совершенно новую, соответствующую всем мировым требованиям, культуру производства. Строительная техника в ожидании лишь конца официальной части. Вскользь руководство НЭМОКа заявляет. Помимо всего перечисленного, завод в Ульяновске будет самым экологичным промышленным предприятием в мире. Первая гостиница «Уникальный учебный центр» появится в промзоне Заволжья. Соответствующее соглашение заключили правительство региона и руководство CCA Engineering. CCA Engineering – немецкая компания, которая занимается управлением проектов и техническим надзором для объектов промышленного строительства. Ее специалисты работают и за рубежом, и в России. Инвестиционный проект будет реализован в три этапа, и первым станет строительство учебного центра. Именно там будут обучать управлению инвестиционными проектами. Мы собираемся открывать в первую очередь этого учебного центра уже в следующем году, это к концу июня. Это как раз к этому времени, я думаю, что уже будут готовы в том числе первой очереди других инвесторов, которые мы там собираемся обслуживать и как и местные компании. А затем подтянутся и специалисты из других регионов. Вторая и третья очереди – это строительство информационного центра и гостиничного комплекса, первого в промзоне Заволжье. Мы рассматриваем, что этот проект также будет дополнением нашего кластера информационных технологий, потому что значительная часть персонала, который там будет работать, он также связан именно с информационными технологиями. И плюс то, что они планируют строительство гостиницы. У нас на промышленной зоне Заволжье в настоящее время гостиницы нет. Свои подписи под соглашением поставили глава региона, директор корпорации развития Сергей Васин и генеральный директор немецкой компании Томас Гепхарт. У нас достаточно простая и понятная цель. Мы хотим построить, создать из Ульярмской области мировой критерный регион. Регион, который будет одинаково комфортен и понятен для людей любой национальности, для людей, которые знают или не знают русский язык. Все три очереди нового проекта разместятся на участке площадью 2 гектара до конца 2017 года. Общий объем вложений составит 680 миллионов рублей. Более 300 миллионов рублей на весенние полевые работы в Ульяновской области выделил федеральный центр. Еще 190 миллионов добавила региональная казна. Как наши фермеры осваивают полученные средства, проверил представитель российского аграрного ведомства Петр Чекмарев. Он посетил ведущие сельхозпредприятия и высоко оценил ход посевной компании. И в тот же день вместе с ульяновскими коллегами столичный гость обсудил вопросы господдержки сельхозпроизводителей развития аграрно-промышленного комплекса, ну а также подготовку к уборке урожая 2014. Ну и в продолжение темы. Хорошая новость с полей. Ульяновская область вошла в пятерку регионов лидеров Приволжского округа по темпам Ярового Сева. Засеяно 80% площадей, тогда как в России и Приволжи этот показатель составляет 40 и 50% соответственно. В Радическом районе в этом году площади под подсолнечник увеличили на 20 тысяч гектаров. А в Новом Алаклинском районе строят современный маслоотдельный завод мощностью 700 тонн переработки семян в сутки. Вот он позволит переработать весь этот подсолнечник, который выращивают на полях региона, подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства региона. И еще несколько цифр посевной кампании. На сегодня в лидерах Корсунский район, там план выполняют на 115%, перевыполняют даже, я бы сказал, Барышский район 101%, и Новом Алаклинский тоже в передовиках. На очереди у аграриев поздние культуры, кукурузы и просы. Время собирать камни настало для дорожной кампании. Как установили специалисты Россельхознадзора, подрядчики погребли под тоннами щебня почти 3 гектара плодородной почвы. Своё расследование провела Кристина Агафонова. Мечты о фермерской идиллии для них обернулись земельным скандалом. В собственность эти поля супруги Никонова оформляли целый год. Но и представить не могли, что вместо комбайнов и сейлок сюда заедет дорожная техника. Возможность была оформить, оформили малую, что может фермерам занять. Мы зимой, наверное, в январе или когда-лимимо ехали, смотрим, здесь какие-то техники стали базировать. Мы были просто так, может, какие работы, а потом стали это возить, щебенку сюда. Всего за два месяца под щебнем и песком здесь погребли почти 3 гектара плодородной почвы. На все жалобы и претензии дорожники предъявили свои, якобы официальные документы. Мы не приостановили работу. Мы сейчас вывозим, капитально ремонтируем дорогу. Мы действуем на основании нашего договора. Договор я дал представителям прокуратуры, милиции, нашим земельному надзору. Размеры участков, показано, указано все это. Оказалось, эту землю они взяли в аренду у некого физического лица. Вот только на договорах кадастровые номера земельных участков не совпадают. В итоге инспекторы фиксируют нарушение земельного законодательства. В ходе нашего рассмотрения было установлено, что земельный участок находится в совершенно другом месте. Кадастровый номер, который они нам предоставили. С договора они заключили все-таки на земельный участок сельхозназначение и не имели права заниматься складированием песка и щебня. Здесь признаки статьи административной 8662 КОАП РФ. Предусматривается штраф в размере 40 тысяч рублей. А после административного расследования для дорожников наступит время собирать камни. Некогда плодородные земли, а это 5,5 гектаров, обрабатывать теперь, конечно, нельзя. Перед посевной нужно убрать тонны песка и щебня. Специалисты посчитали ущерб. Это примерно 21 миллион рублей. Вузы и научные организации области собираются сотрудничать. Соответствующее соглашение подписали в колонном зале правительства на этой неделе на расширенном совете ректоров ульяновских региональных университетов. Сделано это в целях улучшения процесса обучения студентов. Ну, например, учащийся одного вуза сможет попрактиковаться на технической базе другого. Раньше это было проблематично, а теперь, пожалуйста, тренируйся, изучай. Главное, чтобы было на пользу. За круглым столом собрались региональные власти, руководители вузов НИИ и ведущих предприятий области. Научно-образовательный инновационно-технологический консорциум вузов и научных организаций. Так теперь называется махина, в которой все они будут совместно работать. Соответствующее соглашение по очереди подписали около 20 человек. Цель проста – объединить усилия на пути к одной цели. Это возможность взаимодействия более тесного внутри одной большой, единой, так скажем, организации, которая вот таким образом складывается. И понятно, что это снятие любых барьеров для того, чтобы сотрудничать в плане предоставления аудитории и ученых, и работы лаборатории, совместные какие-то проекты. Учебные заведения и научные организации объединяются не на пустом месте. У вузов годами наработанный опыт сотрудничества. Без этого наука и наукоемкие производства в регионе не смогли бы развиваться. Часть работ мы так и так делаем совместно. У нас совместные специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. Ученые одних университетов зачастую рукоодят аспирантами других. То есть, в принципе, сами вузы, учитывая тем более технический и классический ПЭД, учитывая то, что мы одного министерства, мы достаточно сильно связаны. По словам главы региона, для создания и успешной работы консорциума есть все условия. Это и политическая воля, и костяк руководителей, и бесценный коллектив ученых. У нас есть, в конце концов, человеческий потенциал. И еще одно, это является большим основанием к тому, чтобы бояться, что нам эта задача подсела. Доказательством этого является уже достигнутой успехи ваших, прежде всего, уважаемых ректоров, коллективов, да и отдельных ученых в том числе. Ну, например, это продвижение в рейтингах. Теперь перед консорциумом стоят важные и емкие задачи. Повысить качество образования, повысить конкурентоспособность ульяновских выпускников и продвигать фундаментальную науку. В Ульяновской области началась отправка новобранцев в армию. Первые две команды уже на пути к местам своей службы. Съемочная группа «Весть Ульяновск» побывала на областном призывном пункте и выяснила, чего ожидает молодое поколение призывников от армии и что ждет армия от них. Это сейчас они еще не слишком уверенно ходят в строе, не привыкли к единой форме и немного теряются в столовой призывного пункта, где будущим солдатам дают попробовать блюдо настоящей армейской кухни. Через месяц после курса молодого бойца эти ребята будут чувствовать себя увереннее, не сомневаются сотрудники военкомата. Но главное, что сами призывники не сомневаются в российской армии. Я надеюсь, я приобрету много нового, приобрету друзей, как говорится, армейские друзья самые лучшие. И дай бог, чтобы все было хорошо. Я ожидаю от армии многого хорошего. У меня служили дед, отец, и думаю, и я тоже должен отслужить, чтобы не опозорить честь семьи. И для себя, думаю, мне это очень пригодится в дальнейшем жизни. Андрей, как и еще два десятка его ровесников, отправится в Московскую область. Войска связи. Это первая группа. Вторая состоит всего из трех человек. Согласно данным призывного пункта, эти ребята отправятся в Курскую область. В кем войска? Сначала полгода отслужить так, срочки, потом контракт и дальнейшее продвижение по службе. Именно в химических войсках? Там дальше видно будет, как понравится. Напутственные слова, пожелания, советы. И даже концертные номера от творческих коллективов дома офицеров. Церемония отправки первых призывников весьма насыщена. Но при этом по-армейски выдержана в соответствии с заранее согласованным расписанием. Всего в ходе весенней призывной кампании 2014 года из Ульяновской области в различные родовойск отправится служить порядка полутора тысяч молодых людей. Призывная кампания, как и положено по закону, продлится до середины лета. Не только отправить к местам несения службы, но и следить за тем, как ребята служат. Такую задачу ставят перед собой сотрудники военкомата. И самое главное, ульяновские призывники свою малую родину не подводят. В основном отзывы от командиров войсковых частей, где проходят службу наши призывники с Ульяновской области, положительные. И отрицательные мы не видим. И это говорит, и еще об этом говорит и то, что на сегодняшний день у нас служащих по призыву, самовольно оставивших войсковые части в Ульяновской области нет. И вот они, последние напутствия для новобранцев. Уже более строгие. Но главное, чтобы армия оправдала те позитивные ожидания, которые есть у этих парней. Прервемся на рекламу и далее после нее во второй части программы. Спуск Райзина снова в зоне риска. Грунт начал движение, на дорогах появились трещины. Местные жители бьют тревогу. Отдых на природе с предосторожностями. В Ульяновской области активизировались клещи. Это не так страшно, если доверять советам врачей и энтомологов. Июльская погода в середине мая. Ничего аномального, уверяют синоптики, а врачи предупреждают, что на улице не лето. Здоровье нужно беречь. Продолжаем выпуск. Почти полмиллиарда рублей планируют в этом году потратить на ремонт ульяновских городских дорог. Это еще не считает 300 миллионов из бюджета города, который направят на ямочный ремонт. С программой массовой реконструкции транспортных каналов ознакомили губернатор области. К влиянию на халатных подрядчиков планируют подключить бригаду юристов. Валерий Духно рассказывает о предписаниях, где Дорожный комитет требует от хозяев сезонного асфальта исправить производственные недоработки. Те организации, которые будут продолжать не исполнять свои обязательства, мы будем в судебном порядке добиваться занесения этих организаций в черные списки. Новый асфальт теперь уже с полимерно-битумной добавкой. По словам дорожников, гарантийный срок в 4 года преодолеет без каких-либо проблем. Зима у нас суровая. Практически все автомобилисты передвигаются на шипах. Это позволит в рамках гарантийного срока дорожные покрытия сохранить в нормативном состоянии. Собственные идеи на этот раз предлагают даже сами подрядчики. Например, специальная эластичная смесь, которой не будет страшна даже грозная вибрация городского рельсового транспорта. Рельсы меньше будут вибрировать, и эластичная смесь будет гасить эти вибрации. И что мы наблюдаем сейчас, особенно на местах стыков рельс, таких разрушений просто не будет. В список тех, где асфальт будут менять капитально, вошла улица Марата, Железная дивизия, Хватково, два отрезка Минаева и столько же на Московском шоссе. 12 сентября внесли в программу комплексного благоустройства. То есть здесь помимо дорожного полотна обновят все парки и скверы, а в поселке Пригородный вместе с дорогами займутся и благоустройством прилегающих территорий. Разговор о благоустройстве продолжили уже на заседании штаба. Интерес здесь вызвал отчет министра жилищно-коммунального комплекса Олега Салагана. Срез по району. Никого не хочу обидеть. Индинский район. Работы вообще не проводились. Корсунский район. Работы вообще не проводились. Новоспасский район. Работы вообще не проводились. Ульяновский район. Работы вообще не проводились. Вообще внули стоят. На фоне задержек внезапно определились и передовики. В отдельных районах области благоустройство сдали со стахановскими отчетами. Кузоватовский район. Выполнено 100%. Цифра в цифру. 150 столов. Покрашено 150 столов. Подместить надо было такую-то площадь, подместить такая-то площадь. И это не только Кузоватовский район, еще есть ряд районов, где обыкновенные, извините, заворожение липов. Сколько запланировали, столько и поставили. Отчитались практически на 100%. Реакцию в высшем руководстве озвучили тут же. Подобную работу даже предложили награждать специальными штрафами. Лично проблем никаких нет на это, когда все замочатся платить штрафы. Но не в этом же цепи нашего общения. Вот вот читаю, вот, 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 вот все это поручение, которое давалось за последние, так сказать, 2-3 года. Как начинается сезон, опять об одном и тут же. Спуску Степана Райзена вновь угрожает оползень. В любой момент здесь может рухнуть автомобильное полотно. А вот пешеходная часть, похоже, уже во власти оврагов. От ЧП пострадали жители частного сектора. Эдуард Истовин расскажет нам, что там происходит. На спуске Райзена ЧП легковую восьмерку размывает влагой. Тротуар уже обвалился, на очереди автомобильное полотно. Есть также угроза коммуникациям, которые питает императорский мост. Из общественной палаты я пошел в мэрию. В мэрию меня дважды оттуда пинали. Иди туда, иди сюда, иди к депутату. Сходил я к депутату. Депутат мне вообще сказал, не надо прикрываться стариками. А это прошлогоднее видео, его сняли жители спуска. На кадре видно, как упал один из бордюров. После этого на частный сектор хлынуло жижа с песком. От мутного потока в садах в буквальном смысле завяли помидоры. После такого инцидента у людей прошла любовь к чиновникам. Это вредительство, полнейшее вредительство по отношению к людям. Они не хотят с людьми вообще. Ну, я не знаю, мы быдлы что ли. Наверное, быдлы. Когда приходят к ним, и у них даже лицо ворочается. До того мы им надоели. Алексей Владимирский на заслуженном отдыхе. Говорит, свою пенсию тратит на цемент, чтобы заделать бордюры. А вот город почему-то самоустранился, сетует Алексей Владимирович. Сидит и рассказывает, как они там покрасили скамейку где-то. Покрасили столбик какой-то. И я просто удивляюсь, они там обалдели что ли от засиженности. Впрочем, пока материал готовился, активность резко возросла. Видимо, сработал принцип, пока гром не грянет, чиновник не перекрестится. Муниципалитет предложил техническое решение проблемы. Делаются бурномерные сваи внизу. И после этого будет засыпано крупным бетонным отходом, может старыми бордюрами, потом защебениться и сделаются тротуары. И еще будет также сделан высокий борт. И вода будет уходить, как раньше уходить, по дороге вниз. Чиновники, по сути, предлагают закрыть одну водную амбразуру. Но укрепительную работу требуется провести по всему периметру дороги. Однако Москва не сразу строилась. В перспективе там рассматривается вопрос, но я не думаю, что в этом году. Что вот этот спуск, их же все-таки он оползневое место. Этот спуск где-то раз в 4 года всегда асфальтирует. То есть, наверное, я так думаю, что на следующий год. А пока у жителей спуска один выход. С бордюра взять честное слово, чтобы не падали. А еще молиться на русское авось. Авось не размоет, авось не разрушит, авось не завалит землей. В Ульяновске подводят итоги акции «Посади и вырасти свое дерево». Но ее главная цель – озеленение города и повышение уровня экологической культуры жителей Ульяновска. Если высадка деревьев и кустарников уже завершена, то создание цветочных шедевров на клумбах города в самом разгаре. Традиционно это мероприятие организуется в два этапа – с середины апреля и до начала мая, и с сентября до октября. В посадке деревьев принимают участие органы местного самоуправления, студенты, работающие молодежь, сотрудники организации, общественные деятели и рядовые жители. В Ульяновске высаживают деревья и кустарники преимущественно декоративных пород. Традиционно, кроме сирени, мы высаживаем достаточно большой спектр кустарника – жасмин, жимолось. Ну и достаточно большой спектр у нас представлено в наших питомниках. Большое количество видового состава деревьев – это береза, это липа, каштаны. Активно озеленели скверы, улицы, придомовые территории. Деревья и кустарники посадили в железнодорожном районе в сквере имени «60-летие Победы» на придомовых территориях на улицах Варейкиса, Локомотивной, Хрустальной, на набережной реки Свияги. За Свияжьи и зеленые насаждения появились на улицах станкостроителей Самарской, Камышинской. А в центре облагородили сквер по улице Гончарова. Изменения сразу заметили ульяновцы. Наш город стал гораздо красивее и чище. Это и венец, где любят гулять. И участники войны, и ветераны, дети войны, и труженки тыла. Там чистота. И этот вот сквер. Сейчас здесь насажено сиреней, который скоро будет в благоухате. Мы снова будем ходить здесь и наслаждаться красотой этого уголка. Спасибо тем, кто это озеленяет, кто следит, кто видит, где что надо посадить. Не оставили без внимания парк «Дружба народов». Здесь высадили 26-летних каштанов, которые уже через пару лет тоже будут радовать жителей Ульяновска. Кроме деревьев и кустарников высаживают в областном центре и цветочные композиции. Одна из них расположилась в самом центре города, на улице Гончарова, напротив ЦУМа. На улице Гончарова мы высаживаем летнюю рассаду, чтобы практически весь летний период цвели цветы. Это значит ассортимент нескольких видов питуней, разновидностей. Сальве, бархатцы тоже несколько сортов будет. Это бегония. Продолжится акция «Посади и вырасти свое дерево» осенью. Проекты на посадку уже готовятся. Основной упор будет сделан на озеленение парковых зон. Не оставят без внимания и придумовые территории, и улицы города. Жара пришла на этой неделе в Ульяновск. Жители региона обрадовались неожиданному зною, но врачи предупреждают, что организм после зимней спячки еще не пришел в себя, поэтому стоит подстраховаться. Держать при себе лекарства и не жариться без необходимости на весеннем солнце. Яркое солнце – беспощадный зной. После майских праздников температура начала стремительно набирать обороты в сторону потепления. Накануне столбики термометров поднялись выше климатической нормы. В результате выноса теплого воздуха с прикаспийской низменности температура воздуха на территории Ульяновской области резко повысилась до 30 градусов. При этом среднесуточные температуры стали превышать среднее многолетнее значение на 7 градусов и более. Такие температурные эксперименты организм человека переносит довольно тяжело. В зоне риска прежде всего пожилые люди. Солнце и зной обостряют хронические заболевания, предупреждают медики. Так как я школьник, мне это не комфортно, потому что в школе жарко, а нам в шортах нельзя ходить. Вот только поэтому так. Футбол хорошо играет на велосипеде, весело. Скоро еще купаться можно будет. Вы знаете, для больных людей это, конечно, очень плохо. Или для пожилых людей очень плохо. А вообще, меня всегда все радует. Мне все нравится, когда в природе что-то происходит. Потому что это благодать. Пока люди со слабым здоровьем запасаются терпением, любители солнечных ванн средствами для загара. Официальные пляжи для горожан закрыты. Водолазы еще не завершили чистку акватории мест отдыха. Но за легким загаром ульяновцы спешат в городские парки. С приходом тепла активизировались в ульяновских степях и лесах клещи. Маленькие паукообразные вселяют ужас в жителей области. Но пугаться так сильно не следует. Просто нужно соблюдать меры предосторожности. Осматривать себя, одежду после походов на природу. И не выковыривать паразитов самостоятельно. Для справки. Клещи выбирают участки тела с тонкой кожей. Подмышки, пах, за ушами. Смотрите там в первую очередь. И главное помните, клещи не прыгают и не валятся на вас с дерева. Они сидят с расставленными лапками на высокой траве или в кустах. В основном в тех местах, где пасут или прогоняют скот. Зацепившись за ваши брюки или юбку, они карабкаются вверх. Вниз клещи не ползают, не умеют. Если уж совсем страшно, а на природу хочется, сделайте прививку от энцефалита и забудьте об этой проблеме на год-полтора. Ну а теперь репортаж на эту тему. Год от года наступление теплых весенних дней совпадает с приходом гостей нежданных и нежеланных. В это время у клещей начинается сезон охоты. В период, когда люди открывают дачный сезон или отдыхают на природе, они становятся потенциальными жертвами кровожадных насекомых. Статистику у нас ведется с 1 апреля. Эта информация у нас еженедельно отправляется в вышестоящую нашу службу, это Федеральная служба по защите прав потребителей. И уже на сегодня у нас более 17 случаев обратились лица, которые были покусаны клещами. Чтобы определить степень опасности насекомых, медики отправляют клещей на проверку в Центр гигиены и эпидемиологии. Здесь выясняют, являются ли они переносчиками опасных инфекций. К сожалению, из тех, которые доставлены клещей, которые были доставлены в этом году уже за последние 2 недели, среди них у нас есть единичный, правда, случай, там 3-4, те клещи попали, которые имеют вирус, который может вызвать заболевание клещевой эцефалит, либо клещевой боррелиоз. Избежать встречи с паразитами можно. Самый действенный и в то же время самый простой способ – правильно выбирать одежду. Чтобы одежда была заправлена в сапоги, лучше ходить в сапогах. Заправлены завязаны рукава полностью. То есть в открытых участках тела должно быть как можно меньше. И, естественно, головной убор. И при посещении леса в обязательном порядке, или самостоятельно, или с кем идешь в лес, каждые 15-30 минут осматривали, нет ли на одежде этих клещей. Чего делать никак нельзя – это заниматься самолечением. Медики настаивают. Если клещ вас все-таки укусил, нужно немедленно обратиться к специалисту. Самостоятельно удаляя клеща, можно оставить хоботок в коже. Это нежелательно. Поэтому лучше медицинское учреждение здесь удалят клеща и решат вопросы о профилактической прививке. Оснований бить тревогу пока нет. Но чтобы встреча с маленькими вредителями не обернулась большой бедой, меры предосторожности нужно соблюдать во время любого выхода на природу. В Ульяновской области верблюды могут стать персонами нон-грата. Единственная ферма, где выращивают этих экзотических животных, может исчезнуть. Угроза возникла после того, как местное население вступило на тропу войны с местным предпринимателем. Ну а мы расскажем, чем же людям не угодили верблюды. В селе Вальдиватском на местной ферме хорошая новость. В верблюжьем стаде плюс один член семьи. Потомство дала самка калмыцкой породы бурятка. Малыш уже прочно стоит на ногах, но от матери не отходит. Молока просит то и дело. Этому малышу всего три дня, но ему, похоже, уготована роль домашней зверушки. А причина одна. Выгул верблюдов на пастбище здесь фактически запрещен. Яблоком раздора стал этот прогон. Как раз с него начинался караванный путь на луга. После прогона верблюды шли через сельские улицы, но на днях прошел сход. Люди запретили хозяину водить питомцев мимо домов. Сам прогон забаррикадировали. Да я сам 13 лет здесь. Я и не помню, чтобы, например, был какой-то запрет, чтобы было это. Потому что поголовье маленькое. В реале двух горбых можно водить за дами, но там частные огороды. Через них идет змеевидная дорога. А значит, верблюды могут забрести на морковку с картошкой. Будут скандалы. А змеевидная плохо? Змеевидная, поймите, мы же как лабиринт, как им я прогон-то буду делать. И все же собака была зарыта не здесь. Раньше верблюда паслись вместе с коровами сельчан. Фермер выделял своих пастухов, а еще быка-производителя. Когда помощь гуманитарная закончилась, пошли обиды. Будем скот пасти вместе. Он им отказал. Вот с этого пошел раздор. То есть навредить только лишь. Для того, чтобы не будем вместе пасти, значит, тогда и прогонять запретим. Так что ли? Ну, наверное, да. Это народ. Это село. Обе стороны могла бы рассудить власть, но она, похоже, парализована. Местный глава больницы нового не назначили. Специалисты при виде камеры бросились в рассыпную. Раз так, то верблюдов надо продавать, решил фермер. Я и не думал, что оно что-то случится. То есть заранее тогда подготовился он как с коровами. То есть позвонил. Он клиент, практически вы свидетели. А значит, родившегося верблюжонка ждет вынужденная депортация. Здесь он фактически персона нон-грата, вместе с родителями и другими верблюдами. А все из-за того, что не договорились люди. Ульяновские орнитологи. Выпускали на этой неделе птиц, перезимовавших на юнатке. Мои коллеги смотрели, как в небо уходят ястреб и мохноногий сыч. В Симбирском центре спасения диких птиц о своих подопечных орнитологи бережно заботятся круглый год. Сейчас здесь находится более 40 крылатых питомцев. И с наступлением теплых дней здоровые птицы возвращаются в родную стихию. Успешно вылечились, перезимовали зиму. Это серые цапли, мохноногий сыч, ястреб-потетеревятник, который у нас сейчас во время подготовки к выпуску, к сожалению, улетел. Совершенно благополучно. Но если улетевшему ястребу в городе ничего не укражает, то остальным пернатам для выживания необходимо вернуться в условия дикой природы. Орнитологи заботливо укладывают коробки и перевозят птиц в более привычную для них среду обитания. Птица занесена в Красной книгу Ленской области. Довольно редко у нас встречается, только на залетах. Махноногий сыч – хороший охотник. Совсем скоро крылатый хищник вернется в Теннохвойную тайгу. А пока в смешанных лесах Чердоклинского района найдет, чем себя прокормить. Мы здесь наблюдаем очень много воробьиных птиц, наверняка очень много здесь мышей. И надеемся, что ему будет здесь некоторое время вольготно. А так как это вид, принадлежащий к северной фауне, то, скорее всего, он откачует куда-то в более северные регионы. Своих питомцев орнитологи бережно выхаживают и практически заново ставят на крыло. После долгого пребывания в неволе оторваться от земли удается далеко не всем птицам. Вот и молодой сокол-чеглок крылья расправить сумел. Но ощутить себя своим в мире дикой природы у него пока не получилось. Он немножко укачался, но его еще пока оставим, понаблюдаем, что-то с ним не было. Как бы хорошо к пернатам не относились в ветцентре, все-таки птицу узнают по полету. Сейчас орнитологи готовят еще несколько питомцев к возвращению в родную стихию, где крылатые вновь ощутят радость свободного полета. На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Весель Ульяновск». Деловой партнер программы – организация «Современная кровля и фасад». Увидимся в следующее воскресенье в это же время на «Россия-1». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова